Мы, команда 360 и Инстаньюс МГИМО, только что совершили посадку в международном аэропорте Еревана. Полет прошел успешно, и вот мы здесь, чтобы держать вас в курсе главных событий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только что отведала местную шурму, что я могу сказать. Очень даже неплохо. Такая пряная, я бы даже сказала, пикантная. В общем, в целом, неплохо, и вообще я очень жду шашлык. А еще здесь есть такой вот компотик. Здравствуйте. Абрикос это национальный фрукт. Сперва мы посетили главный исторический музей Армении. Но, к сожалению, съемка в музеях запрещена. Но с нами поделился своими впечатлениями Никита Всеволодович Шевцов. Я был потрясен увиденными и древними повозками, и памятниками, относящимися ко второму, там, третьему тысячелетию до нашей эры. Я с вами говорю или скажу? А, с вами. Скажите, а что для вас самое главное при посещении театра? Вот здесь, например, нет буфета, а для многих это важный фактор. Ну, не сегодня, да. Наверное, для тех, кто прибежал с работы, да, голодный, уставший. Ну, мы тоже в театр ходим, да, если по будням, то обязательно буфет посещаем. Сегодня мы же в предвкушении грандиозного ужина, поэтому многие просто целый день ничего не едят, так, и ждут, когда попадут на этот ужин, и там уже отведут душу. И чтобы публика тоже все время приходила на этот спектакль, потому что она красивая, на самом деле. Балет был уместен, и ресторан хорош, но пока вот внесу немножко критики в это все, я хотел бы услышать какие-то слова, которые бы нас объединяли. То есть, если бы мне сейчас дали тост, я бы, конечно, сказал, но так вот вылезать и говорить, зал очень дружили. Что бы вы сказали? А я бы сказал, что друзья мои, прекрасен наш союз. Расскажите о своей студенческой жизни. Были ли вы хулиганом или все-таки паймальчиком? Я был в учебе абсолютный паймальчик, но я был немножко хулиган, потому что я буквально с первого курса был задействован в капустниках. Я был очень хорошим студентом, как сейчас помню. Конечно, был прилежным, ну, по мере возможностей. Не был покладистым, не был отличником. Но, как жизнь показывает, атлетикам быть хорошо, но это не все в жизни. Может быть, вас когда-нибудь даже хотели отчислить? Ну, отчислить нет, хулиганам тоже нет. Было все в нашей жизни студентской. Полтора месяца я жил без комнаты, то есть почти на улице. Ночевал на вокзалах, в аэропорту, я не знаю, в аэровокзале. Тогда был аэровокзал. И я там рассказал историю, как я сдавал французский, то есть я его переиздавал, потому что пропускал занятия из-за этой проблемы. И Попова и Казакова, которые написали ученик французского языка, они, Попова у меня принимала зачет. Вот минут сорок мы говорили с ней, она рассказывала, спрашивала, я сам готовлю ли я, стираю, глажу и так далее. Через сорок пять минут она сказала, а теперь мы перейдем к зачету. То есть все это было на французском. То есть сорока пяти минут на первом курсе, после фонетики, я это все умудрялся сказать, и этого не хватило. Надо было еще зачет сдавать официально. Сегодня министр иностранных дел Республики Армения устроил такой теплый приветственный ужин. Расскажите, насколько сложно было подготовить мероприятие такого масштаба, подготовить такое количество блюд? Ну, знаете, если обладаешь достаточным профессионализмом, то не очень сложно. А расскажите, чем вы угощали гостей какие-то национальные блюда? Ну, из национальных блюд, из горячих была тома традиционная, виноградных листьях. Был шашлык, который это уже стал традиционным армянским блюдом, потому что в кавказских кухнях он обязательный. На третье мы подавали рыбу, я не думаю, что это национальная стерлядь, просто у нас тут ее хорошо выращивают, тоже как бы стало нашим. Вот обычно на первом курсе студентам рассказывают, что именно МГИМО можно найти настоящих друзей, первую любовь. Что из этого, например, сбылось у вас? Ну, поскольку я был старостой, занимался, да, орг-жизнью института, то, конечно, было много всего интересного. По поводу первой любви, ну... Пожалуй, я не буду отвечать на этот вопрос, да, вот. Но, тем не менее, да, нет, не буду. Спасибо. Пока гости проходят в конференц-зал, где вот-вот состоится официальное открытие Международного форума в Ереване, можно посмотреть, какие сюрпризы и подарки приготовили участникам форума. Это, конечно же... Конечно же... Ну, конечно же, журнал МЖ. Да. И в набложке Сона Мисакян, президент армянского сообщества МГИМО. Как вообще попасть на обложку такого популярного издания, как МЖ? Ну, это последний вопрос, я думаю, первый, как я делал этот журнал. Чего-то не нравится фотография. Сама выбрала эту фотографию теперь. Сама выбрала фотографию, показывала. Вот так вот. Так что на фотоаппарате одно, а... Ну, как, иногда бывает так, что на первый взгляд то, что кажется таким классным, потом может... Если растянуть эту фотографию обложку на всю стену, Предлагали, вы знаете, растянуть на всю стену. В страшном сне такое не приснется. Вот, поэтому... Да, так вот, о чем я все... Это вы отрежете. Обложка – это идея, прежде всего. Это не красивая девушка. Потому что красивых девушек много. Если это мужской журнал, то да, красивая девушка должна быть просто красивой. А на корпоративном журнале она должна... Она должна содействовать некой идее. А идея – это медаль. Памятная медаль. Памятная медаль 200-летия Института Восточных языков, созданная Лазаревым. Исона как бы преподносит, обрамляет эту медаль собой. Она ее облагораживает. Она эту медаль облагораживает. И это главная ее задача. Не быть просто красивой как таковой, да? А облагораживать медаль. Она эту задачу выполнила на 100%. Вот. Я хотела не только пригласить, не только показать, представить эту Лазаревскую медаль, а еще и таким жестом пригласить всех наших дорогих коллег Ереван на форум на нашу Родину. Ну, это главная идея этой обложки. Я надеюсь, вот я так пригласила, что все сегодня здесь. У меня все было лучше. В этом районе здесь. Вот моя любимая часть. Моя любимая часть — это значок на память всем-всем нашим уважаемым гостям. Я думаю, одна из самых таких ценных и запоминающихся вещей и сувениров этого форума — это вот эта вот книга, посвященная 200-летию Лазаревского института восточных языков. Спасибо, что встречи не отправила. А что такое? У нас и операторы, и стилисты, и визажисты. Вы очень правильно заметили все форумы МГИМО, они в чем-то очень похожи друг на друга, а в чем-то неповторимы. Похожи друг на друга очень теплой атмосферой. И вот я очень хорошо помню, как на первом форуме под конец, собственно говоря, единственного рабочего дня кто-то из иностранных гостей форума сказал такую фразу. Ребята, мы уже который час сидим, разговариваем, и смотрите, как интересно, нам не нужны переводчики. Это было очень, знаете, такое интересное наблюдение. И, в общем, действительно, обратите внимание, неважно, сколько лет назад люди закончили наш университет, тогда еще институт, но русский язык они знают, для них это язык, ну, если не родной, то, во всяком случае, это язык дружбы. Расскажите, пожалуйста, откуда вы к нам приехали? Я не приехал, мы здесь, мы хозяева, мы организаторы. Лучше, чтобы вы ответили на вопрос, как все проходит, какие у вас к нам замечания. Вы знаете, потрясающе, все очень нравится, такое гостеприимство, замечательный форум. Вы выпускник какого года, факультета? Это седьмой выпуск, 1953 год. Вот тогда я заканчивал, когда меня познакомили со списком участников этого форума, я с некоторым ужасом обнаружил, что я самый-самый древний, самый ископаемый. Может быть, по возрасту кто-то есть и старше, но по годам окончания МГИМО, так сказать, старше не нашел я никого. Хотелось кем-то прикрыться. МГИМО, чтобы он всегда занимал достойное место всей семьи. А много ли наших выпускников МГИМО в Министерстве юстиции? Потому что обычно все как-то идут в Министерство иностранных дел. К сожалению, недостаточно. Скажу честно, но мы делаем все, что от нас зависит, для того, чтобы количество выпускников МГИМО, особенно специалистов в области международного частного права, международного публичного права, ушли к нам на работу. Может быть, вы пожелаете что-то студентам МП? Я бы хотел пожелать. Ребята, наслаждайтесь жизнью. Это лучшие годы, правда. Прошел третий международный форум выпускников МГИМО. Все ли удалось, по вашему мнению? Все отлично! Вот и подошел к концу третий международный форум выпускников МГИМО. Спасибо Армении за теплый прием. С вами были Петр Костин и Нина Котелкова. Пока!